В Чебоксарах за звание лучшего из лучших борются кинологи. Соревнования стартовали накануне, а завершатся 11 сентября. Чтобы одержать победу, собаки-полицейские должны выступить только на отлично. Организаторы подготовили четвероногим немало испытаний. Дмитрий Ковалев продолжит тему. Взять верный след немецкой овчарки по кличке Бандерас удалось сразу. Сигнал он подал кинологу уже спустя две минуты. Собака не ошиблась. Наркотики были спрятаны в бампере внедорожника. Вообще в полицию этот пес устроился по блату. Младший инспектор Яна Жаркова воспитывает его с щенячьего возраста. Сдать экзамены на профпригодность ее домашнему питомцу удалось без труда. А с трех месяцев уже начинает воспитательная дрессировка собаки. То бишь там элементарная команда в игре. Где-то лежать, сидеть, место, подход к дрессировщику. Это элементарные вещи. А когда видишь, что собака уже более взрослеет, ты начинаешь уже непосредственно заниматься как положено. И, соответственно, уводишь потихоньку, помаленьку, начинаешь уже приучать к объектам, которые она должна будет осматривать в будущем. И потом уже приучаешь к имитатору непосредственно к запаху. Для того, чтобы собака запомнила запах вредных веществ, кинологи прибегают к небольшой хитрости. Сначала четвероногих приучают ко вкусу специальных имитаторов. Правда, животным, которые натасканы на поиск наркотиков, не удастся отыскать взрывчатые устройства. Для каждой команды предусмотрен отдельный комплекс тренировок. На этих соревнованиях кинологи и их питомцы искали не только предметы, но и людей. На этом поле кинологи и их питомцы тоже пытаются найти наркотические вещества. Вообще, поиск предметов в открытой местности – непростое испытание даже для опытного полицейского пса. Поэтому зрителям советуют держаться, как можно подальше от места соревнований. Любой запах может помешать собаке. На этом испытании судьи тоже пытались запутать собак. Определить, какая из 15 сумок напичкана наркотиками, не каждая ищейка под силу. Полицейский пёс-викинг свою хозяйку не подвёл. Лучшая награда для собак – любимое лакомство и вот такой резиновый мяч. Кинологи говорят, что игрушки мотивируют животных на поиск предметов. Вообще, служебные собаки дрессируются двумя способами. То есть, либо это на пищу, либо на игрушку. То есть, в основном идут, конечно, собаки, которые любят игрушки. Это своего рода их зарплата. То есть, собака ищет наркотики, и за это она получает либо лакомство, либо игрушку. То есть, за игрушку они сделают что угодно. Побороться за звание лучшего в Чебоксары приехали 250 кинологов со всех регионов страны. Столько собак в одном месте возможно увидеть разве что на престижных международных выставках. Лабрадоры, ротвеллеры, бельгийские и немецкие овчарки. Многие из них считаются довольно опытными сотрудниками службы. Но даже такие доблестные животные сложно переносят дорогу. У Даниила Чайки и его питомца приключения начались в московском метро. Собака на эскалаторы залезет, все нормально. Но вот в самом конце она побаивается, что просто лестница уходит никуда. Может палец прищемить. Так что я сначала сам брал ее и на руки. Первый раз, когда ездил просто на учебу, она не испугалась, села. А тут палец чуть не прищемило. Собачья жизнь четвероногих полицейских действительно полна приключений. Большие подвиги участники этих соревнований совершали не раз. Ловили преступников, находили бомбы. А кто-то из них уже через два дня поднимется на пьедестал почета. И кроме любимого мячика получит заветную медаль. Дмитрий Ковалев и Антон Вовк. Республика.